всем доброго времени суток сегодня хочу вам показать свой вот такой цветочный уголок покажу конечно же что немного изменилась поэтому всем приятного просмотра начну вот с такой красивой драцена маргината как ни странно но осенью она стала чувствовать себя мне кажется даже лучше несмотря на то что и уже приличное количество лет она вот даже верхушечки свои распушила посмотрите как так вот она стоит еще здесь у меня находится хлорофитум мой любимый он не перестает свести выбрасывает новые вот такие свои цветоносы деток выбрасывает активно также я их не снимаю пока думаю что оставлю их на нем висеть так мне кажется что это смотрится намного интереснее и красивее так вот здесь вот такой фон сейчас можете видеть что сверху освободились кашпо а потому что я сансевьеров сняла поставила на этажерку знаете почему потому что при поливе горшок становится но очень тяжелый земляной грунт намокает хорошо потому что там кокосовый субстрат и плюс сам горшок кашпо он тяжелый я не стала его там оставлять и решила снять замиакулькас мой любимый прекрасный смотрите все хорошо но ветка опять почему-то желтенькая желтит я ее буду обрезать я могла конечно ее обрезать сделать вид что все прекрасно но зачем но с ним все нормально друзья я не знаю почему он желтит потому что вы можете видеть земля сухая насквозь потому что я его поливаю буквально раз в месяц в полтора я его не заливаю если кто-то может подумать что это залив залива здесь нет и быть не может я ее просто отрежу и все вот новые видите по выкидывал раскрываются прекрасно все идут в рост также вот эта веточка она тоже новая вот тут вот между ним растут растет между этими стволиками она конечно не такая крупная но все равно что она растет это уже хорошо так отрежу я потом сегодня я не буду отрезать ничего потому что я уже говорила вам в своих видео что воскресенье я не занимаюсь никакими процедурами которые связаны с растениями не с поливом пересадкой удобрением обрезкой ничего я это стараюсь не делать так здесь у меня миллион бекки я стала чудить именно вот это буквально я не знаю где-то может на один-два дня позже я решила осуществить полив потому что я все растения поливаю в одно время и она смотрите как сразу засушила свои листья если у вас такое произойдет не спешите выбрасывать это растение потому что она очень быстро приходит в себя я ее полила конечно же вчера я все растения поливала свои серебряный коралл смотрите какой красивый установила сюда птичку свою вы видели если кто смотрел мои покупки обзор и вот чтобы она как бы всегда была у нее более-менее влажная почва я решила сюда птичку установить я сначала ее устанавливала на нефролепис но решила убрать потому что у меня там и без того фитильный полив так вот миленбеки она скоро придет в себя сухие листья я с нее уберу наверное завтра я этим и займусь оставлю голые вот эти плети на которых будут появляться потом новые листочки фелодендрон краснеющий чувствуют себя как я думаю хорошо потому что а вы видели тоже кто смотрел это подарок мне был а я его пересаживала сразу в грунт а у него не было корней совершенно только воздушные корни я его так именно и посадила не стала я ничего никакую воду его ставить корневин ничего я не применяла просто посадила в грунт для комнатных декоративно декоративных зеленых растений для цветущих и вот он прекрасно растет и чувствует себя классно но я думаю это еще потому что здесь стоит все-таки фитолампа она все равно наверно дает свою миссию она выполняет друзья также у меня здесь стоит каланхой листья у него тоже чуть-чуть некоторые но это наверное знаете старенькие какие-нибудь или знаете друзья не может растение быть всегда в идеальном состоянии потому что она у вас будет в идеальном и то не всегда если это искусственное растение живое растение имеет такое свойство как отмирание листочков засушивать их может особенно нижние если это листочки это в порядке вещей колонкой вот так вот стоит вид у него прекрасно я считаю поэтому я довольна так здесь у меня филадендрон биркин белая волна тоже чувствует себя очень даже классно так сейчас я как-то вот так камеру передвину и покажу вам асплением тоже выдает свои ваечки зелень у него такая насыщенная немножко вот тут вот видите такой желтовато-коричневатый оттенок это камера все делает на самом деле это все такое буро-зеленый цвет имеет выглядит все красиво прекрасно так ахоечка в айете так не знаю как подойти получше я стараюсь лампу не двигать сюда туда потому что очень трудно потом подстроить ее распределить все ее вот эти ветки подрастение а в айете тоже смотрите прям какая жирненькая стала мне кажется она выглядит у меня лучше чем она ко мне пришла до смотрите какая милота и она еще идет в рост вот так видите она идет в рост несмотря на то что сейчас осень я думаю тоже это играет роль большую лампа вот так я установила монстеру сельсипикана я думаю смотрите вот с этой этажеркой металлическая подставочка вот это тоже она очень хорошо смотрится я бы сказал даже идеально и вот так вот она будет расти я хочу всю всю ее обвить монстеркой этой так филодендру нет это не филодендру это эпипремном золотой что-то он какой-то знаете у него такие листья становятся может ему много света залива тоже здесь нет потому что я вам еще раз говорю друзья я не из тех людей которые заливают растения раньше может быть лет 10 назад в 9 да у меня была такая привычка но сейчас нет я не заливаю свои растения я наоборот могу их даже подсушить чем залить вот эти растения все которые вам сейчас показываю не считая вот этого а нефролеписа папоротника да который я воду подливаю каждый 34 день и он на фитиле стоит остальные я все сейчас поливаю раз в 10 дней раз в 10 дней в каждый горшок я выливаю буквально 100 150 миллилитров воды не больше тут заливом быть вообще вообще невозможно залить растения плюс все горшки у меня с дренажным отверстием в них керамзит или пенопласт а вот такой немножко желтоватый оттенок передает камера желтит также как будто это филадендрон лимон лайм но и конечно же это не он это это премном золотистый так дальше что я хочу вам показать и вы видели я поставила этажерку здесь вот эту полочку ступеньку извиняюсь я и было в планах у меня вот на этой высокой этажерке сделать все кашпо белого цвета было бы классно я думаю очень красиво и так элегантно даже смотрелось воздушно но знаете что я сегодня так подумала если я сделаю там все белое а у меня вот эта этажерка она тоже прекрасно сочетается вот это все смотрите как очень хорошо и тогда тут будет белое там будут цветное тоже это какая-то будет не сурядица не урядица какая-то да придется и там делать все белое у меня вот видите здесь у нас и белые кашпо такие стоят на полу но если здесь все будет белое ну как-то это я считаю будет немножко глупо потому что вот эти все кашпо будут стоять без дела плюс они будут занимать место плюс это надо будет мне нам слишком ну потратиться да вы сами знаете когда цветов много сколько кашпо вот на глаз сейчас прикиньте да и сколько это будет стоить да можно взять краску покрасить да можно но во-первых красить если красить то это где-то весна-лето это тоже время надо ждать да во-вторых где гарантия что эта краска ляжет без пятен и в третьих что она потом не начнет облазить короче говоря вот как то так я думаю что я лучше вот так оставлю буду смотреть я извиняюсь так я вам показываю дальше что я здесь установила я поставила здесь бальзамин который цветет уже с августа месяца то есть уже третий месяц будет уже есть уже начнется через два дня четвертый месяц потому что уже будет ноябрь и вот в него я решила установить вот эту птичку которую он уже выдул опять почти что ведь тут еще есть вода но она уже вот по сих пор так по сих пор она стоит всю птичку он выпил за весь день вчера я наливала он за ночь все выпил все выпил друзья и сегодня я с утра опять налила и вот опять он все выйду земля нормальная тут нету болото ничего все хорошо а бальзамин нуждается всегда во влажной почве если почва будет пересушена он не будет давать вот такое обилие бутонов не будет так долго цвести да даже не то что бутону не будет давать друзья он вообще все листья по у него поникнут они он их все по сбрасывает он завянет и восстановить бальзамин очень очень сложно поэтому влажная земля должна у него быть всегда это даже не обсуждается и также повышенная влажность воздуха должна быть большинство это нужно для всех тех растений которые у меня сейчас здесь присутствуют да потому что если не сделать влажность воздуха высокую минимум 70 процентов то паутинный клещ вам обеспечен и мучнистый червец я всегда об этом говорю но может быть кто-то зашел ко мне впервые на канал поэтому такую информацию я все же буду говорить всегда если это будет уместно так здесь у меня стоит крестовник фикуса видны я его принесла из другой комнаты поставила здесь смотрите как он вырос он наверное в два раза точно увеличился в размере чувствует он сейчас себя прекрасно я надеюсь что так и будет и дальше бегония ампельная тоже доцветает последние вот такие цветочки уже штук 5 я сегодня срезала потому что они уже ну никакущего вида были я не хочу чтобы силы она тратила просто так на них зря поэтому я срезала друзья так что дальше а вот мой шикарный просто обалденно красивый на мой взгляд папоротник нефролепис сахарная вата вот так он цветет радует меня сегодня смотрела еще там вода была но сейчас все на дне немножко есть может видите там нет нет она там швелится но я долью завтра сегодня не буду потому что в воскресенье я ничего не делаю да так вот она сансеверия которую я сняла сверху поставила сюда я думаю наверное на днях я ее может быть пересажу не знаю или все-таки буду дождаться весны потому что ей уже кашпо вон то основное она маленькая я уже накидала туда камни чтобы она туда туда не ездила и как бы так вот лучше да выглядит нормально на мой взгляд растет у меня она очень-очень медленно как я уже говорила азалия посмотрите азалия тоже вообще не хочет уходить на период покоя совершенно выкидывает вот такие прекрасные розочки я делаю вывод друзья что я с не подружилась мы нашли с ней общий язык она очень меня часто радует своим новым выбросом бутонов уже тоже цветет она у меня прилично я бы сказала сейчас я точно вам не скажу но я думаю месяц это как минимум она у меня цветет так также я вам хочу показать эсхенантус монолиза тоже вот это вот что отсвечивает такие светлые листочки это все проделки камеры это все проделки камеры это падает так свет видите когда я ближе подхожу вы можете это увидеть все нормально дает новые веточки вот они повсюду вот торчат везде и к весне если он еще вырастет у меня он вырастет я больше чем уверена я буду его черенковать и досаживать в это же кашпо чтобы он был пушники и чтобы он слишком слишком прям не мотылялся потому что видите вот сейчас вот видите как он растет вот если он будет слишком длинный это как бы не к чему он будет задевать другие растения по соседству что не есть хорошо так я вам покажу сейчас еще что я сюда поставила поставила сюда пуансетию вайнокштерн то есть рождественскую звезду так вот такой пышный куст она нарастила ей уже тоже примерно третий четвертый год я уже говорила но все же все равно буду говорить потому что бывают люди которые первый раз смотрят мои видео вот этот вот хлорофитом в регатной тоже за тот момент когда я его купила он подрос я думаю тоже раза в два если не в три он подрос он хорошо себя чувствует у него прекрасная в регатность самый простой выходит цветок который только может быть самый цветок который простит вам и залив и перелив и засуху и переохлаждение вот все все что вы можете сделать такое плохое для растений этот цветок вам простит поэтому особенно хорошо для начинающих цветоводов или для тех кто считает что у них ничего не растет вот такой прекрасный хлорофиту а и вот здесь конечно же тоже вы наверное видели уже многие а я черенковала эсхенантус монолиза и вот черенки эти я посадила и теперь пустила их вот на эту опору хочу тоже ее всю ими обвить я думаю что он по эксперименту лист должен быть крупный здесь потом потому что все вьюны которые растут не горизонтально а вертикально которые идут по опоре они растут лианой лист у них должен быть крупный но они как говорят растут медленнее будем наблюдать так и вот здесь моя просто любимица сейчас все цветы услышат главное чтоб не обиделись это моя хоя карно за сплэш вот такая вот красавица так не могу настроить я фокус как нужно вот такие красивые листья у нее и я буду ждать конечно когда она подарит мне свои бутоны чтобы она зацвела чтобы она нас порадовала вот так вот друзья вот такой вот обзор у меня я хотела вам показать эту часть эту часть растений как я здесь все установила потому что вы знаете вот это вот этажерка ступенька была пустой я долго думала какие цветы мне сюда поставить потому что все подряд я сюда тащить не хочу то есть орхидеи например они также и стоят на окнах чтобы им был больше света было им больше потому что там уже бутоны закладываются очень даже хорошо и активно потом хедера плюс что уже я сюда не стала ставить по той причине что вы знаете что плющ это тоже такой прям магнит для паутиного клеща а как бы у меня здесь присутствуют растения которые не дешевые которые даже не так часто можно встретить в магазине например такие как и эсхенантус монолиза и хоя карноза и хоя во эти поэтому как бы не очень мне и также монстера сельтипикана да не очень мне хочется чтобы вот они не дай бог от него что-то по себе подцепили вот так вот друзья спасибо всем за просмотр а хотела также сказать что видите что еще есть место для третьей полочки туда тоже он будет устанавливаться какие-то растения еще я не знаю какие но а и ну и вот тут конечно еще вон идут раз два три три еще там наверху поэтому еще все у нас впереди с вами будут обзоры будут показы спасибо всем большой за просмотр желаю всем всего хорошего и до скорых встреч я вернулась друзья я хочу вам показать что вот эти три полочки я уже заставила я сюда решила поставить филадендрон бразил также филадендрон лимон лайм и эпипремнум золотой они висели в подвесных кашпо в макраме на восточном окне но что-то я заметила что и лимон лайм и также выпрямнум золотой стали тоже желтить лист лист стал желтить знаете есть вероятность что им там холодно наверное окно может быть продувает температура перепад сильный я думаю что им холодно это первая версия а вторая версия что им не хватает удобрения хотя эпипремнум филадендрон лимон лайм я пересаживала недавно земля питательная грунт питательный удобрение в нем хорошая его хватает не знаю не стала рисковать и решила их убрать с восточного окна чтобы они не висели прям на окне здесь они тоже как бы рядом с окном да но они не висят так близко и если бы здесь продувал и было бы холодно то уже и нефролепис бы дал сигнал и также эсхинантус бы дал сигнал хоечка тут все прекрасно поэтому вот так они сейчас будут стоять находиться здесь и мне кажется что должно быть все хорошо